Добрый вечер, Евгений! Вы, как всегда, прекрасны. И спасибо вам за ваши стримы и общение со здравомыслящей аудиторией. Евгений, если не секрет, а сколько миллионов команда Собчак выложила за интервью с вами? Ну что вы, при такой жадности? Да, нет, ну конечно, такие вещи, ничего подобного не сообщается. Это всё-таки порядочность никто не отменял, даже в отношении непорядочных существ. Это всё вопрос здесь, да? Да, это всё. Вот я так кратко, но поскольку есть донат, значит, тогда я за него и поговорю немножко про эфир у Ксении. И очень много мне пришло вопросов относительно этого интервью. И, ну, я знаю, сколько там, представляю, полторы тысячи, две тысячи. Смысл, вот как это было, закулись и что? Моё отношение, что я думаю о Собчаке и прочее. Значит, ребят, несмотря на то, что, ну, в общем-то, и сейчас уже можно, я могу сказать, в самых нелицеприятных выражениях, но я этого делать не буду. Я считаю, что Ксения, честно я вам скажу так, мне по большому счёту её очень жалко. Сейчас объясню. Дело в том, что ей ведь от рождения по блату дано очень многое, всё было дано. Даны были деньги, возможности, имя. Потом она, поскольку невероятно въедливая, трудолюбивая, амбициозная, она разными путями приумножала, так сказать, я считаю, что гадкими путями капитал. Капитал – это всё есть. Деньги, на которые можно купить путешествия и смотреть прекрасные вещи, книги, изучать смыслы. А когда вы видите, это неважно, даже на примитивном, без всяких музеев, на Бали, вы видите гладь воды, вы видите небо, вы видите негу, путешествия в Европе, вы видите потрясающую культуру, по идее вы должны углубляться, по идее вы должны становиться очень обогащённым человеком, глубоким, тонким, не злым, потому что вы не бедный, вы не должны расталкиваться с локтями окружающих, чтобы делать карьеру. А ощущение от Ксении, что она именно расталкивает локтями, что она постоянно готова на какую-то гадость, подлость, какую-то… Это, слушаемся, это мания, не потому что даже кто-то ей заказал что-то сделать, какую-то подставу. Это мания подставлять, мания искать какую-то грязь, это поразительно. Это свойство натуры, какая-то вот ущербность, причём есть всё, вот что меня удивляет и с чем я могу спокойно негодовать, вот так, спокойно негодовать, почему, когда у человека есть всё, хотя это я так думаю, что если, может быть, ей-то кажется, что нет, может быть, в этом всё дело. Потому что, смотря с какой стороны, посмотрите, что подразумевать под всем, да. Вот когда есть всё, надо быть, не то что добрее, ладно, добрее, нет, надо быть глубже, спокойней, надо больше наслаждаться жизнью, да. А у неё столько энергии уходит на вот эту вот какую-то, какую-то мелкую, большую гадость кому-то. Зачем это всё, я не понимаю. Это так, в общем, это так очевидно, это так выглядит, это проигрышно выглядит. Это видно, что сразу поражение, такая вот мелочность, глупость. Я не понимаю, зачем. Это что касается моей вот жалости. Я бы как раз хотел, что у неё есть, ну, в какие-то моменты она ведь не глупая, она что-то понимает, она может действительно быть ведущей и так далее, и так далее. Почему это надо всё разменивать на такую патологическую мелочную подлость какую-то, я не понимаю. Но, видимо, мне этого и не понять, потому что другая натура. Это то, что, кстати, я всегда говорю, всё очень предопределено, всё очень предрасположено. Это природа и биология. Первое. Второе. Относить самой передачи, ну, непорядочно было бы, с моей стороны, выдавать разного рода, значит, нюансы, нелицеприятные как раз для Ксении. Но мне, конечно, очень жалко, что не вошло много именно исторического, фактов о 2012 годе, о Кутузве, о сотрудничестве Тарли с ОГПУ и так далее. Но её же эта история не интересует. Её интересует какая-то гадость, что-то такое, нагадить гостю и показать людям гадость. Ну, вот, к сожалению, вот это большая ошибка её. Но вы-то можете всё это прочитать в моей книге, поэтому это всего лишь, как сказать, реклама книги, да. Если она, так сказать, повела себя, она всё равно прорекламировала. Поэтому вот то, что не вошло, обязательно прочитайте в книге, потому что это важно знать, важно знать историю. А та эпоха – это фокус и синтез всего, понимаете? Всё, что мы сегодня пожинаем и в чём участвуем – это итоги, результат, либо калька с того, что было тогда. Обязательно прочитайте это. Ну, что вам стоит, господи, прочитайте. Ну, это как я говорю, господи, я слышу, что это как присказка, это не значит, что я верю. Вот, так что, ну, примерно, примерно вот так вот, да, дальше. Субтитры создавал DimaTorzok